Сейчас второй день, начинается и вес 75,500, то есть получается ушло 550 грамм. Всем приятного аппетита, смотрите, вот так выглядит завтрак, 2 яйца и там бутерброд, в общем у меня на 144 грамма и еще будет 2 грамма майонеза и зеленый чай. Мой обед, смотрите, 194 грамма, здесь лаваш простой и 150 грамм супа горохового, в общем девочки тут реально, особенно суп, реально похоже на 5 столовых ложек, вот и до веса еще лаваш, короче хочу сказать, что очень маленькая, может быть по тарелке это непонятно, но очень-очень маленькая, маленький объем вот супа. Всем большой привет, в общем я решила поделиться с вами своими первыми впечатлениями за первый день сидения на этой диете. Хочу сказать, что это довольно-таки голодная диета, потому что у меня получается, вот в данный момент по расписанию, пока мы на больничном, я ем только 3 раза в день. То есть, возможно, когда мы будем вставать рано, да, ходить в школу и на работу, то я буду уже завтракать, например, в 7 утра и у меня получится, что я 4 раза смогу поесть за день. А сейчас у меня получается, что я ем в 10, в 2 и в 6 вечера, но я переношу на 7 вечера, чтобы было как бы, ну терплю, да, но чтобы не было голодно потом уже, вот после 9 особенно, да. Но вообще как бы, да, вот то есть, если у меня промежуток, даже не промежуток, а время питания в 6 вечера, да, то я могу еще поесть в 10 вечера что-нибудь там, например. Не знаю, может огурец есть. Но я как-то так подумала, вы знаете, лучше как бы перетерпеть и переместить, да, вот это как бы вечернее питание на 1 час еще дальше, да, чем что-то съесть в 10 часов и потом, ну как бы чувствовать отеки, да, на следующее утро. Но я для себя выбрала как-то вот так вот. Но я хочу сказать, что вот сейчас порция, которую я завесила, конечно, супа 150 миллилитров, это очень мало, ну очень мало вообще. Одно дело, когда вы все-таки, знаете, бульон себе завариваете, да, в кружке просто бульон, там, ничто туда не входит, ни, как бы, ни овощи, ни что, ни мясо, да, то у вас получается целый стакан, и это довольно-таки много. Но опять же-таки, если вы будете, хотите добавить, например, кусочек хлеба, то рассчитывайте, это 43-50 грамм, например, да, вот. Вот. И, соответственно, порция у вас будет уже, да, не целый стакан, да, большой, 200 миллилитров, а все-таки 150, это все равно мало. Ну, вот, знаете, когда я вот только этой диетой заморочилась, я сначала, мне казалось, что она такая питательная, то есть, ну, на этой диете невозможно ощущать голод. Ну, я вам хочу сказать, что голод очень даже ощущается, вот. В общем, не знаю, как пойдет дальше, ну, хотелось бы, конечно, посидеть на этой диете подольше, да, посмотреть, какие будут итоги за месяц, потому что, в принципе, просто у вас получаются фиксированные часы еды, если у вас вообще это возможно, да, потому что сейчас такие, знаете, рабочие графики, что четко по часам иногда люди, да, поправляются от чего, им приходится, например, много есть, там, не знаю, вечером или ночью, из-за того, что, там, на работе не дают обеды, например, да, у нас, может быть, и есть обед по расписанию, да, но он может и не случиться, например, то есть, вы будете целый день голодные, как бы, ходить на работе, и приходите домой вечером, и вы наедаетесь в 10-9 часов, вот, и потом завтра, и встаете утром, и вы все равно завтракаете, потому что вы понимаете, что на работе вас могут на обед не отпустить, вот, и получается, как бы, наверное, еда на еду, что ли, накладывается, я не знаю, и получается, так вот, не знаю, может, набор веса. Ой, короче, вот такие дела, поделилась своими впечатлениями, в общем, оказалось, что довольно-таки диета по ощущениям голодная, но есть можно все, что есть у вас в холодильнике, то есть, вы можете специально для себя продукты не покупать, вы можете кушать, ужинать вместе со своими близкими, вместе со своими, там, детьми, со своей семьей, да, просто у вас будет очень маленькая порция, например, да, и если, например, вы, да, садитесь за стол, вот, отмерили себе порцию, и хотите, чтобы в нее входил, например, не знаю, там, огурцы, капуста, может, пашеная, да, это все нужно вот завесить и уместить в 150 грамм, соответственно, например, если вот положить себе столовую ложку мяса, например, столовую ложку картофельного пюре, столовую ложку капусты или две столовые ложки капусты, и вот вам уже, в принципе, все, ну, еще одну ложку пюре, например, добавить, вот вам и вся ваша еда, и также, если добавлять какие-то соусы, да, тоже нужно рассчитывать и включать их в вес вот этот вот объем порции 200 грамм, да, не более 200 грамм, то есть, 150-200 грамм, вот, и промежуток между едой, да, его можно увеличивать в большую сторону, но в меньшую сторону нельзя, то есть, минимально это 3,5 часа промежуток между едой. Всем приятного аппетита! Показываю, что у меня сегодня на ужин на 198 грамм. В общем, здесь 4 дольки огурца, а там малюсенькая помидорка, 2 сосиски свинина-говядина и бутерброд с икрой мойвы с копченым лососем в соусе.